Три года подряд мальчик по имени Нажар приходил в это же время, в полдень, в мечеть на учебу. Его наставником был убитый накануне имам Магомед Камиль Гамзатов. Нажар снова и снова прокручивает в голове беседы со своим преподавателем. Особенно ему запомнилась последняя встреча. Я с 9 лет начал ходить в эту мечеть. Моим первым учителем был Магомед Камиль Ибадулайович. Он мне преподавал уроки в медресе. Он на нас учил не убивать, не красть, не врать. На полу всюду расплавленный пластик с потолка, в воздухе ядовитые пары сгоревшего пенопласта. Поэтому в помещении тяжело дышать. Здесь, вот на этом месте, был найден мертвым имам Магомед Камиль Гамзатов. Чуть дальше лежал убитый прихожанин. Это преступление возмутило многих дагестанцев. Кажется, что чаша вот-вот переполнится. Просто убийство человека – это уже плохо. Ведь ислам запрещает убийство человека. Такой в Дагестане не должно быть. Нам, мусульманам, надо объединяться, а не убивать друг друга. Сейчас в селе Карамахи думают, какую мечеть восстанавливать. Их тут две. Одна сгоревшая, другая чуть больше по площади, разрушенная во время событий в Кадарской зоне. По рассказам местных жителей, большинство селян – за реконструкцию этой древней мечети. Будет она восстановлена, не будет восстановлена. Это у нас решат, будет сход села. Есть вторичины села. Соберемся и будем решать, чтобы не было никаких спорных моментов в отношении этой мечети. Имеется в виду, или той, или этой. Сход села покажет, какое мечеть больше всего предпочитают они сами. Вот тут мы будем восстанавливать. Карамахи в 99-м году практически полностью разрушили. Тогда после бомбежек не осталось ни одного целого здания. Прошло 13 лет. Село постепенно возрождается. Только не занятые ничем молодые парни целыми днями вот так сидят на лавочке. Камиль Гадисов рассказывает, что до войны здесь был клуб. Сейчас же одни развалины. Парень считает, что селу нужен спортзал, который поможет ребятам найти себя в этой жизни. Ну, некоторые уже стали курить, пьют. Ну, вообще, каким-либо спортом заняться в селе места нет. Лаваль же показывает не только тем, что думает, как создать рабочие места. Вот, к примеру, начали строительство пожарной части, где смогут трудоустроиться 25 карамахинцев. Объект планируют сдать в начале зимы. Бывшее колхозное здание. Здесь располагалось картофельохранилище. Мы его поломали, как видите. Немножко, значит, приблизили фундаменты. И здесь будет чисто, значит, типовое пожарное депо на два расчета. 12-летний Нажар весь день провел в мечети. Читал уцелевшие от пожара книги и рассказывал товарищу про своего имама Магомед Камиля Гамзатова. Мальчик хочет стать в будущем таким же, как и его наставник. Мурат Магомедов, Нариман Алибегов, Руслан Касумов. Время новостей. Буйнакский район.